Всем привет! Мы сегодня с мужем сделали вот такую небольшую вылазку по магазинам на 3,5 тысячи рублей. 2,5, кстати, из которых ушли на бытовую химию. Я решила, ну почему бы не поделиться такой маленькой-маленькой закупочкой. Это закупка не на месяц, не на две недели. Это вот, вы знаете, просто закупка того, что кончилось на данный момент в холодильнике. Купила я вот такой сырочек, колбаску. Колбаса 119 рублей вот за эту маленькую каталочку. И вот на 100 рублей вот такой кусочек сыра. Дальше купила 2 килограмма муки. Вот такой чебоксарской муки. На свой, знаете, страх и риск взяла. Вообще ни разу раньше не пробовала. Два пакета вот таких с манной мукой. Причем один пакет у меня уйдет на еду. У меня Тим обожает манную кашу. Я знаю, что она бесполезная манная каша. Кстати, манная каша это единственная крупа, которая абсолютно никакой пользы не несет. Это чисто вот забивание желудка. В общем, ну, несмотря на это, Тима у меня обожает манку. Один пакет я ему ускорблю. А из второго пакета я буду делать, знаете, такую интерактивную игру для Тимы. Я ее, наверное, покрашу. И будем мы потом с помощью этой манки играть. В общем, напишите, пожалуйста, вам будет интересно посмотреть, как мы с Тимой будем играть в манку. Или неинтересно. Вот мне, пожалуйста, напишите, интересно вам будет или нет. Ладно, в общем, тушку цыпленка охлажденную по 135 рублей за килограмм. Бедрышки куриные и грудка. Бедрышки по 129 рублей за килограмм. И грудка по 185 рублей за килограмм. На 35 рублей стоила вот такая упаковка Геркулеса. Тоже вот ни разу не пробовала такую фирму. Вообще, знаете, мы зашли сегодня в такой магазин, в котором ни разу не бывали. Какой-то нетипичный вообще очень магазин. Супермаркеты. Вот там набрали продукты дешевые. Но вот посмотрим, как их качество. В общем, 35 рублей стоила вот эта коробка. Нарисована, конечно, тут. И также я там купила редьку. Очень люблю. Салат из редьки со сметанкой. Ммм, вкуснота. В общем, далеко не везде редька встречается в магазинах. Вот там она продавалась. О, 16,90 за килограмм. Ну, пакетик ряженки, пакетик кефирчика, бифидок. Ой, наконец-то купила себе терку. А то моя терка уже просто на терку не была похожа. Вся ржавая, страшная. Наконец-то купила себе красивенькую терочку. И, кстати, там же, вот в этом же нетипичном магазине, Коля у меня себе на работу купила вот такие два средства. Это жидкое мыло. И средства для мытья посуды. В общем, средства для мытья посуды, по-моему, стоило 17 рублей. 17 рублей. Представляете, банк средств для мытья посуды. Мыло жидкое 16 рублей. В общем, цены какие-то нереальные просто. Но посмотрим. Я спрошу потом Колю, как ему эти средства. Для Тима взяла вот такую книжечку. Это специальная книжка для того, чтобы читать ее в воде. У нас уже была такая книжка. Там машинки, всевозможные машинки. Ну, в общем, транспортные средства. А теперь вот точно такую же я нашла с животными. Класс. Сама я даже не открывала. Самое интересное посмотреть. В общем, книжка специально для ванной комнаты. Вот такая вот коробочка кальцинированной соды. Кальцинированная сода. Это универсальнейшее чистящее средство. Чистящее средство, которым вы можете почистить абсолютно все, что угодно. Но я взяла эту соду. Я хочу попробовать сделать из нее таблетки для посудомоечной машинки. Да, я находила в интернете разные-разные рецепты приготовления этих самых таблеток. И везде требовалась кальцинированная сода. И когда я первый раз в жизни в наших магазинах увидела кальцинированную соду, взяла прям тут же, даже не раздумывая. Буду снова искать рецепты этих таблеток для посудомойки. Попробую я что-нибудь сделать. Надеюсь, у меня получится. Напишите, было бы вам интересно посмотреть видео с инструкцией по приготовлению как раз-таки этих самых таблеток для посудомоечной машинки. Я бы сняла, если бы вам было интересно. Так, вот такой огромный просто гигантский пакет с Тайдом детским на 6 килограмм. И стоил он... Ой, вот в Магнит Косметик, как я вот не люблю. Они всю скидку суммируют, и потом по чеку совершенно непонятно, сколько он стоил. Тут полная цена. Пробивают они по скидочной цене. А потом, вот видите, вот тут внизу полностью вся скидка. В общем, по-моему, около 350 рублей стоил вот этот вот огромнейший просто 6-килограммовый пакет. Я на всю семью стираю одежду вот этим Тайдом и ребенку, и нам с Коль. Не знаю, мне нравится. И дальше Магнит Косметик. Вот посмотрите, просто халява всех халяв. Я купила себе... Это мне два подарочных набора. Ну, как бы это не подарок, это просто я купила себе два набора шампуня и бальзама. Вот эти самые подарочные наборы сейчас, после Нового года, продаются с огромнейшей скидкой. Они и так дешевые, эти наборы. Их и так выгодно покупать, эти наборы в Магнит Косметик. А сейчас, после того, как праздники закончились, их втройне просто выгодно покупать, эти подарочные наборы. В общем, вот такой набор Glisskur я вот за 220 рублей купила. И вот такой набор шаума я купила за 180 рублей. Не купишь ни за что в жизни в обычное время вот эти вот шампуни с бальзамами по такой цене. Также для Тимы я взяла вот такое средство для купания. Два в одном, то есть это им можно мыть и тело, и им уже можно мыть и головку. Я люблю детские именно вот такие средства два в одном, потому что у нас мальчишка, особо космы волосы намывать ему не надо. Поэтому вот даже с таким самым обычным гелем для душа я могу ему помыть голову и все. Вот про запас, именно про запас. У нас взяла Тиме вот такую я машинку, пластиковую, 100 рублей, кстати. Вот такая машинка, по-моему, замечательная. Потому что машинки у нас эти ломаются, улетают куда-то, теряются просто. Вот у нас такой расход бешеный вот этих машинок. А это я буду знать, что у меня лежит вот так вот про запас новенькая машинка. И когда будет Тима в очень плохом настроении, я ему вот и выдам вот такую новенькую машинку. Так, две ручки. Это Коля себе покупал. Кстати, вообще не помню, сколько они стоили. Ну, что-то дешевенький. Альбом для рисования. Альбомы для рисования у нас сейчас улетают просто с космической скоростью. Тима обожает рисовать. Юный наш художник. Да, и вот такие вот памперс-трусики для Тимы. Да, мы до сих пор одеваем ему памперсы на сон. Да, и я взяла ему две вот такие вот упаковки по 48 штук. По 800 рублей они стоили, эти упаковочки. Нам их хватит теперь очень-очень надолго. Вот, вот такая вот небольшая закупочка у нас сегодня была. Как я уже сказала, это да, это не закупка на месяц, не какая-то особая продуктовая закупка. Это именно вот мы покупали то, что у нас на данный момент закончилось. Собственно говоря, все. Это все, что я вам хотела на сегодня рассказать. Всех люблю, всех целую. Всем пока!